добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 15 90 м на нашем веб-сайте radio nvc.com ну и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте вам здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели и вам прошлый раз мы не успели поговорить о том что что происходило на сипэк я думаю нам следует к этому вернуться до совершенно верно тем событий происходит сами понимаете много и в том числе в американской политики и уже за эту неделю случилось много чего такого но тем не менее все же вернемся к сипэк попробую его увязать и с некоторыми последними событиями и надеюсь что про про них тоже вам расскажу а то у нас сейчас да сами понимаете такая ситуация что вообще не знаешь что у нас тут будет работать что не будет работать ну давайте надеяться на лучшее что нам собственно остается благодарю паре новолкову за помощь подготовки выпуска хотя в нынешних условиях уже не знаю надо ли кого-то еще упоминать чтобы не создавать людям лишние проблемы но тем не менее пока благодарю и сипэк за если честно первое ну понятно что там эмоции брали вверх может и хорошо что не успели поговорить о нем в прошлый раз потому что первое ощущение у меня были ну такие смешанные и не всегда положительные тут как бы понятно еще раз говорю почему все наложилось чего-то хотелось такого сверхъестественного но не было сверхъестественного был такой бизнес из южил что называется а теперь да и вижу уже что положительных сторон там было достаточно но тем не менее проблемы я все-таки обозначу которые я увидел и которые вот сейчас существует консервативном движении которые сипэк выявил но я бы наверное три назвал даже может быть там три с половиной все-таки последние это так ну сейчас поймете о чем внутри но прежде всего то что в нынешних условиях вот именно в тот самый момент когда сипэк проводился понятно что все речи готовились заранее да там что-то в них пришлось добавлять учитывая обострившуюся обстановку но самое главное то что вот баланс между политикой внешней политикой внутренней он не всегда был выдержан я на самом деле считаю что конечно же для консерваторов да и вообще для людей которые озабочены своей страны внутренняя политика все-таки должна стоять на первом месте какие бы страшные вещи не творились в мире но вот уж так устроена надо прежде всего стараться чтобы тебя в стране все было хорошо тогда другие побоятся с тобой связываться элементарно но особенность эта страна большая конечно же и сильная надо чтобы она такой была и поэтому я понимаю почему действительно многие сосредотачивались на вопросах политики внутренней отправил сильная консервативная политика сильная америка ну и так далее и так далее но и полностью как бы игнорировать происходящее в мире не обязательно выбрасывать сплошь агрессивные так далее хотят тоже нормальные что я не осуждаю если что лозунги и так далее но выстроить такой баланс как это было в год холодной войны раз уж я и упоминаю так хорошо то есть когда было бы понятно что вот здесь у нас внутренние здесь у нас внешне мы их увязываем потому что и там и там есть противостояние враждебным америке силам этого все таки было для меня например мало и преобладали в вопросах внешней политики это совершенно внутри партийные какие-то или в межпартийные интересы а именно желание во всем обвинить нынешнюю администрацию и хотя я на самом деле согласен со всеми обвинениями которые звучали но нынешних условиях это к сожалению не очень хорошо работает потому что дает возможность аналитикам будь то кремль будь то пекина будь то тегеран делать выводы что пока кризис внешнеполитические они приводят к тому что американские партии валят друг на друга ответственность ну значит есть стране разобщенность и таким образом надо можно спокойно продолжать потому что все равно будет выяснять отношения да кто там в чем виноват еще раз это не означает что над совсем игнорировать ошибки нынешней администрации ни в коем случае но вот выстроить такую систему которая работала повторяю в годы холодной войны сейчас к ней надо возвращаться этого не произошло момент второй это то что сипек превращается в типик а именно мероприятие где все строится вокруг трампа это не совсем разумно потому что но трамп стал частью консервативного движения году шестнадцатом семнадцатом спек работает 70-х годов и трамп лишь один из элементов консервативного движения поэтому стараться сделать так чтобы угодить ему я не уверен что это правильно отрицать его достоинства никто не собирается но превращается повторяю сипек мероприятия посвящена ему вряд ли разум опять нужен баланс что консервативные идеи которые давно работают но которые может слегка закостенели что конечно же их надо бы встряхивать и с другой стороны то что привно принес консервативное движение трамп это должно взаимодействовать но не в ущерб чему-то а так когда многие завсегдаты сипек вдруг пропали из ораторов именно не знаю почему но вот такое совпадение критиковали трампа из ораторов пропали тот же болты например с другой стороны заведомо левая демократка габбард вдруг появилась так как многие ей симпатизируют именно из-за того что она не слишком активно поддерживала импичменты и так далее ну вот это как-то странно и случае с габбард это вообще учитывая повторяю заведомо левую повестку пусть и в ее речи и звучали некоторые разумные вещи но знаете стивен тонн сыра палео консервативный историк я дословно цитирую поэтому пусть фанаты габбард на меня не обижается он на говоря хотя тех самых неоконсерваторов которых габбард и ругает так любит ругать сказал следующее в свое время что хорошо когда городская шлюха обретает религию и более того она может принести некоторую пользу там в хоре или в каких-то подобных второстепенных вещах но когда она начинает поучать всех как себя вести и как вести проповеди это перебор вот на мой взгляд приглашение габбард это как раз из такой оперы но и последняя треть это то что к сожалению с одной стороны вроде бы мы увидели с вами несколько весьма и весьма достойных представителей консервативного движения республиканской партии в деле но вот ткнуть в кого-то пальцем сказать что вот с ним надо увязывать все будущее республиканской партии консервативного движения пожалуй все-таки этого не произошло вот тех самых того самого баланса которым я говорил политики внешней внутренней консерватизма классического и пост трамповского никто в общем не представил то есть вот смотреть на это это было ощущать себя до агафьи тихонов там вот если бы то что десантис говорил про по целому ряду пунктов досоединить с тем что говорил о браин добавить исторические выкладки новым до с агрессии трампа вот а так таких людей как голду отр рейган да или маккарти мой любимый мы все-таки нам сипог не представим ну вот тем не менее это вот моя вредность что мне не подарил что понравилось а я бы конечно же было огромное количество выступавших речь трампа но про нее на ней даже не буду останавливаться здесь все общем-то было привычное в его манере я бы выделила 5 наверное выступлений и вот почему но естественно хорош был десантис но десантис понятно на что он был ориентирован десантис был ориентирован прежде всего на то на борьбу с тем к вида тирании что у него хорошо получалось десантис был ориентирован на патриотические идеи на то как нужны работать чему должны учить в школах детей американских и так далее и так далее все было круто замечательно мой любимый эпизод выступление десантиса был на самом деле когда он вспомнил эйзенхауэра потому что я тоже вы помните очень люблю об этом говорить что вот это знаменитое высказывание про военно-промышленный комплекс на самом деле было подкорректировано и изначально эйзенхауэр должен был сказать научно военно-промышленный комплекс это что об этом напомнил десантис говоря о том что превратилось все в такой вот диктат и якобы научный это он конечно же молодец и здесь целиком и полностью доволен тем что на ты сделал очень хорош был конгрессмена байрон доналдс из флориды он может не такой знаменитый пока еще но конгрессмены они всегда чуть в тени сенаторов губернатора но то что он обозначил очень важные идеи и опять необходимости бороться за и умы молодых людей и о том что когда демократы вам что-то плохое сулят но потом отнекиваются они обязательно это плохое вам всунут и что пора проснуться и увидеть что ведут америку демократы на пути к социализму этого сделать нельзя это в речи доналдс прозвучало и я считаю он вполне заслуживает уважение и я надеюсь карьера у него будет весьма и весьма успешно и палата представителей она не закончится о брайан тот самый который был как вы помните советником по национальной безопасности вот у него было самое такое четкое и жесткое выступление по внешней политике где он весьма и весьма нелицеприятно отозвался о путине и правильно конечно же сделал где охарактеризовал его самыми жесткими словами и призвал оказывать ему сопротивление и поддержку украине но опять брайан как положено его обязанности все таки вот для него пожалуй это было главным его выступление а именно внешнеполитический момент ну он его хорошо обыграл хотя то что я уже вижу некоторые стали записывать и его возможные кандидат в президенты в двадцать четвертом году ну нет не думаю хоть мне понравилось конечно то что он говорил но все таки по моему этого маловато чтобы серьез его рассматривать как кандидат в президенты кристина он которая растеряла в общем то во многом некоторыми не слишком разумными действиями тот капитал который приобрела на сипеке год над произнесла речь и что отличную она уловила вот тот самый момент еще в прошлом году а именно насыщать свою речь отсылками к отцам основателям и к героическому американскому прошлому поэтому естественно на критиковала администрацию как я говорил все то же самое высказывала критику российского режима и все было нормально говорила о преимуществе консерваторов вопросах свободы слова всех остальных но это история что цитировала федералиста что для меня это всегда показатель но и кто ее слушал или читал помните рассказывала историю про генри нокса одного из героев войны за независимость мне почему вдвойне приятно было это слушать ног с он соль старскими корнями но вы знаете я всегда к таким людям отношусь с особой симпатией это что новым выбрал именно его для иллюстрации своих идей ну за это и большое спасибо но в реальности наверно главному как ни странно человеком на сипеке оказался даже не трамп и не новым и не убраем и даже не десантис рик скотт представьте себе потому что рик скотт это единственный человек который действительно предложил повестку для республиканцев на выборы у по 11 пунктов все не буду перечислять можете их найти и сами против прочесть повестка она опять связана с внешней политикой поэтому в ней не все блестяще повторяю надо с внутренней прошу прощения уже сам заговорил с внутренней потому что надо было увязать из внешней но то что скотт обозначил опять важность развития образования слепое к расе общества борьбу с нелегальной миграции борьбу с преступностью сокращение госаппарата и госрасходов и борьбу социализмом через ряд сокращение тех же самых программ за это ему большое спасибо но во первых все прицепились к одному пункту я лично вижу в нем ничего страшного потому что скотт исходит из того что платить налог должны все его надо снижать да как он объясняет но платить должны все но вот это спровоцировало психическую реакцию что все там скотт мечтает поднять налоги скотт мечтает обложить налогами там несчастных безработных так далее хотя я считаю например что если налоги платят или все или никто делись там тем можно тем нельзя мне это не нравится например поэтому я со скоттом согласен если налоги существуют да их надо снижать до минимума или отменять вообще но всегда найдутся те кто себя освободит от их уплаты и совершенно зря и скотт по молодец но вы видите кто за этим след за этой истории кто не следит скажу республиканский истеблишмент уже встал на дыбы уже макконнелл выступает с критикой что все не так и что надо и и налоги неправильные что скотт хочет уничтожить правительственные программы хотя голдоттер в свое время в этом же упрекали но и тем не менее я считаю что программа скотт это вот самая осмысленная и самое лучшее что собственно сипэк и предложил но повторяю жаль что только во внешне во внутренней политике выходя за рамки сипэк но еще одна из проблем это то что ну мы все слышали с вами то безобразие которое называется state of the union байдена и может следующий раз подробнее хотя уже время пройдет но сейчас ну ничего хорошего я не сказать в принципе не могу потому что там уже уже нашли огромное качество естественно выдумок неправды и плюс как всегда у байдена и все вообще у левых заведомо неправильные выводы что в преступности да опять виновата оружие что надо если повысить минимальный оклад то якобы все будет замечательно что раздать всем гражданство но вы все это слушали это не тот не та речь который должен произносить президент в такой момент по моему убеждению но вот знаете ответ который произносила губернатор айова и ким рейнольдс он вроде тоже все на месте все правильно афганистан она напомнила от которого байден счастлива в речи своей так уклонился указала и на все вот эти вот основные проблемы байденовской администрации а именно что преступность финансовые проблемы экономические инфляции рост не притока нелегалов с которыми на которых никто внимания не обращает а борются почему-то с родителями они с ними провела хорошие аналогии с администрации картера и чем все закончилось и вроде бы да напомнила что она в ее своем штате школы открывала несмотря на все эти к вида глупости но в общем все правильно но вот опять знаете чего-то не хватает потому что к сожалению а вот сейчас это последняя такая полупроблема на которой я бы остановился после сип как-то у консерваторов и республиканцев они превращаются знаете в такой голливудский блокбастер то а именно вот вы смотрите прекрасные там вроде бы звезды до актеры там ну я их назвал только что там какие-то эффектные сюжетные ходы спецэффекты ну в нашем случае это консервативные идеи или что то что добавилось в эпоху трампа но как-то вот так подается что вот до киваешь головой до соглашаешься но вот так ухватить тебя и понять вот что да вот эти вот люди они что-то сделают вот как ты чего-то мне не хватает на данный этапе это что республиканцы и консерваторы общем так капитулируют по целому ряду направлений ну вот на мой взгляд это тоже немного связан и знаете я обычно собственно и надеюсь я буду это делать всегда говорю что европейским политикам нужно учиться у американских так она есть но вот снова я понимаю что это связано вот именно макс моментом но момент он важную роль играет с исторически параллельно с и пак и со всеми теми замечательными людьми правда замечательными я ничего плохой я не пытаюсь иронизировать чьи речи этот он напомнил и высказал кратко свое мнение о них вот параллельно проходила в копенгагене митинг в поддержку украин и выступала там представительница любимой майдатской партии новые правые метод и тис метод и тисан она в принципе в основном то как раз специализируется в партии своей на политике внутренней тоже и на образовании более того там добивается успехов но вот в ряде случаев она оказывается и с тоже вот о чем я говорю этот баланс политики внутренне внешне она выдерживает и вот смотрел я это и про фрагмент ее выступления она там говорила на украинском она говорила там с ошибками конечно даже не скажите на только в украинском нет могу понять она смотрела там бумажку постоянно да она там акцент был конечно жуткий потому что там она как она говорила там буквально за несколько часов текст выучивал но вот здесь было то со всеми этими то что до политтехнолог наверное все разругал но здесь было то даже скажу эмоциональности эмоциональности политики это плохо был настоящий контакт и даже когда вы смотрите это там на компьютере хоть посмотрите кто не видел то вот вы понимаете что это женщина она обращается к вам и что не только к вот той аудитории которой она общалась на митинге а ко всем кто понимает проблемы происходящего и она вот до вас может достучаться она со всеми этими техническими огрехами которые я назвал она через них как-то перепрыгивая может даже они и помогают но она обращается вот и к этому да и к этому одновременно и к сожалению большинство ораторов на сипек вот этого были на мой взгляд лишены может момент может еще что-то но вот я считаю что и в тот случай редчайшие возможно исключительный когда американцам есть чему получить получить получиться у европейских политиков по крайней мере умеет и тисан а между тем время идет и надо уже делать все потому что без сильных консервативных политиков даже не буду говорить республиканских консервативных но ведь куда мир катится и вот на слайду сипек это хорошо но надо стараться чтобы он уже был понятен наиболее адресован избирателям чтобы возвращать и палаты и и и конгресс и президентство ну потому что неизвестно что вообще будет дальше и до чего вообще доиграются нынешние мировые лидеры без сильного бессильных консервативных идей бессильной америки здесь умолка если сергей добавить что-то с удовольствием передам слово я спросить хотел его но классическая консервативная идея насколько она на сегодня воспринимается широкими массами то есть в необходимости этой идеи я нисколько не сомневаюсь обязательно кто-то должен там справа пушить в партийных партию но вот широкие массы насколько они воспринимают а вот эту классическую консервативную идею с учетом того что к сожалению и система образования и средства массовой информации академия голливуд все это толкает аудиторию настолько влево вот как бы вы да но тем более надо что-то делать уже видно что все разваливается к сожалению и только уже опять все взоры на америку устремлены потому что только сильная америка принесет хоть какую-то стабильность в мире но при нынешней администрации я к сожалению не жду это стабильность это абсолютно верно я в этом же говорил что единственный так сказать некий мировой порядок зиждется на экономической прежде всего мощи америки поскольку все остальное зависит от экономики и в боеспособности армии и так далее способность влиять на ситуацию в мире если экономика будет проваливаться как это происходит сейчас при том что поются дифферамба экономика мы восстановили столько рабочих мест рекордное число ни один президент за один год столько рабочих мест него не так сказать не создавание говорят они создали рабочие места сначала подонки типа нашего подскера там нюсома или кома все позакрывали просто убили все на корню закрыли миллионы уничтожили миллионы малых бизнесов просто убили потом посадили народ на иглу так сказать бесплатных денег за то что они не работают и сейчас когда начало что-то возвращаться начинают а мы создали рабочие места да не никакого никто ничего не создал но к сожалению какая-то часть населения причем значительная часть населения воспринимает эту дикую совершенно ложь как истину и да 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 аплодируют хлопают интересная еще вещь одна происходит сиди си издала новые как бы рекомендации все к вид закончился и наверное мало кто не понимает что все это было приурочено вот к выступлению байдена в конгрессе чтобы он мог доложить о победе над к видам и казалось бы эта тема уже съехала с так сказать перестали они говорить все забыли про нее сейчас новая тема появилась и тут вдруг опять выскочил этот штимп фаучи в пятницу у одного из блогеров и опять заявил о том что если мы хотим прекратить чтобы вирус циркулировал среди населения так это остановить все это нам необходимо продолжать вакцинироваться нам необходимо вакцинировать уже уже есть статистика которая говорит о том что среди вакцинированных больше людей которые лежат в госпитале и что 40 процентов тех кого относились к числу так сказать пострадавших и госпитализированных в результате к вида на самом деле это люди с поломанными руками ногами аппендицитом еще какой хренью просто у них обнаружили вирус к вида этого и при этом бессимптомно уже вся статистика есть нет он все по-прежнему продолжает толкать эту жилобудень то есть вот эти доллары в глазах абсолютно и какая-то часть населения на это ведется уже сейчас когда уже уже всплывает наружу же перестали глушить перестали глушить информацию уже есть информация все нет все равно настолько зомбированные за население просто просто диву даешься хорошо давайте мы сделаем перерыв я вижу есть звонки друзья мы мы обязательно примем ваши звонки но только давайте уже после рекламы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 и давайте попробуем принять первый звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемый иван я старалась никогда не задавать вопросы о той стране где вы живете но сейчас уже как говорится жизнь заставила а вот как ваши ощущения вы конечно опросов не проводили ничего не сравнивали но все же неужели 70 процентов населения поддерживает войну я приношу извинения что сегодня со связи я очень плохо слышу и практически часы и сергей очень плохо слышу и вот вопрос вообще ничего не расслышу давайте попробую повторить вопрос неужели на самом деле 70 процентов населения имеется ввиду россии очевидно поддерживают войну но я сейчас знаете с вами в таком положении нахожусь я конечно собираюсь ничего уклоняться но вы знаете что есть слова которые перепроизносить не могу по новым российским законам и видимо скоро мне уж придется знаете говорить что ты вроде слова на букву в слово имя на букву п слово на букву р я не думаю что 70 но 69 да потому что к сожалению во первых большинство людей пока никак это не коснулась пока хотя уже начинает во вторых вот это вот странная уверенность очень многих что вот нас это не тронет и что вожди все сделают правильно я не знаю откуда это берется и почему за прошедшие годы это никуда не делась ну понимаете вы живете вообще-то американская система в недоверии к власти и к официальным источником а у нас наоборот это работает поэтому пока я глядя на то что происходит вокруг пребываю в пессимизме увы и вообще даже не знаю дадут нам возможность с вами увидеться на следующей неделе или нет или действительно у нас тут все по выключают или еще что ну давайте надеяться на лучшее что нам остается добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте иван скажите пожалуйста вот некоторые правые политические обогреватели сегодня ругают трампа за то что он пытается якобы мстить всем темно своим 1 кула 1 партийцам в частности губернатором дружи и аризона которые сильно помешали на выборах двадцатого года вот и он желает вместо них выбинать своих выдвиженцев которые якобы очень сильно будут прислакаться перед ним как в этом спасибо сергей опять попрошу вас хорошо значит радиослушатели ведут некоторые республиканцы обвиняют трампа в том что он намерен мстить в частности губернатору джорджи и аризоны которые помешали ему вот на выборах двадцатого года был и как бы осуждают трампа за это но тут у меня трудно сказать что и как естественно внутри полете партийные конфликты они никуда не денутся и трампа еще многое и реальных и надуманных его каких-то конфликтов мы о них много чего услышим я свою позицию уже по-моему высказывал и не раз и повторяю снова и я считаю сейчас республиканцы должны сделать все чтобы убедить трампа пройти на выборы в палат представителей и делать его спикером потому что вот на сегодняшний день это мне представляется и идеальным вариантом и тогда для этого естественно нужно еще большинство республиканской само собой но мне вот думается что сам факт участия трампа выборах на уровне палат представителей он все-таки будет иметь положительный момент и поможет это самое большинство создать ну невозможно президентство сейчас я считаю надо отодвинуть пока думать об этом о выборах вот 22 и трамп спикер это было бы очень очень хорошо но естественно особенности конфликта они никуда не денутся к этому на тоже спокойно относиться не знаю как насчет того что трамп но если если действительно губернатор и не в не сделали ничего для того чтобы сохранить выборы честными я думаю они заслужили того чтобы их переизбрать или от них избавиться вопрос только на кого их дать на гуя на демократов то вряд ли все таки стоит и абсолютно нет я понимаю что можно сказать что чем они лучше демократов но тем не менее какой-то набор познать на тяпец как у никсона можно до проигнорировать политика который не прав в одном и получить рису рик не спубликанцев получить демократ который не прав во всем если есть возможность на праймарис заменить этих губернаторов консерваторами здоровье но если вы есть вариант с демократами то лучше не надо да и с республиканцами надо быть уверен бы надо быть поосторожнее я уже всем не очень например удивляет то ликование которые у некоторой части поклонников трампа вызывает участие хейджман до который должна вытеснить лис чейни но почему-то все забывают что хриджмана на напрочь завязана с семьей чейни вообще-то и да она сейчас там говорит что она против она против лис чейни она за трампа и так далее и так далее но я не верю что такие связи их можно разорвать просто так более дик чейни он конечно уже в преклонном возрасте но это человек весьма и весьма умный и хитрый и которые просто так свои контакты и свои связи он не потеряет никогда уж поверьте мне поэтому вот просто бегать за теми там до 1 трампа хвалил или раз говорят про трампа хорошо значит надо обязательно поддерживать с этим тоже будьте осторожнее все в политике не так легко добрый день пожалуйста добрый день вы знаете обращение к нашим русскоговорящим тут меньше задавать вот такие вопросы война и так далее он на передовой линии как вы не понимаете мы сидим тут а там за слово такое можно 3 15 лет получить поэтому не надо его обвинять в чем-то или вообще спросить о помощи ну спасибо большое но на самом деле радиослушательница обратилась к тем к нашим слушателям с тем чтобы не задавали вопросы связанные со специальной операцией так у вас говорят потому что вы находитесь в ситуации когда за некоторые слова можно поплатиться свободой большое спасибо за такое беспокойство моей скромной персоне я правда очень признателен всем кто последнее время в соцсетях или еще где-то пишет мне слова поддержки и надея до его и выражает самые добрые ко мне чувства я бить даже слова не могу подобрать мне правда это очень приятно и поверьте мне я все это чувствую я все это понимаю и благодаря вам я уверен из этой ситуации как-нибудь я выберусь поэтому всем вам большое спасибо но пока я с вами я себе изменять не буду да надо мне немного стараться некоторые формулировки теперь корректировать но вот почувствуй себя в советском союзе да хорошо исполняется но есть еще звонок может примем добрый день слушаем говорите добрый это все окей давайте поговорим о чем 80 лет со времени интернирования японцев сша да извините я тут наверное это немного позволит себе самовольство хорошо давайте перенесем наверное этот сюжет на следующий раз хорошо на сегодня все-таки про вашингтона поговорим давай дата все больше отдаляется сегодня не успеем а восьмидесятилетия но тоже дата она более нет не так привязана к определенной поэтому мы можем я думаю в следующий раз ее обсудить уверяю вас тоже там есть на что внимание обратить а сейчас все-таки давайте вспомним тот факт что 22 числа было 90 двести девяносто лет великому джорджу вашингтона и я полагаю что это вот 4 июля это естественно праздник для всех и для вас и для всех тех кто действительно уважает и ценит Америку как она создавалась как она задумывалась от сами основателем и и есть вот еще несколько дат которые вроде бы чисто американские но которые мы имеем полное право я считаю отмечать и здесь и джордж вашингтон это одна из них потому что вашингтона не просто первый президент это личность вообще вы знаете уникальная человек который был героем войны за независимость но при этом никогда не не брал на себя какие диктаторские функции хотя это порой ему приносило разные неприятности но он тем не менее все равно свои вот эти вот четкие ограниченные функции командующего никогда не превышал вы знаете его потрясающую способность общаться с людьми и находить с ними общий язык самыми разными что им очень помогло и разумеется то что именно он стал первым президентом это в общем и целом показательно так как вот институт президентства который ни в коей мере не должен становиться там подобным диктаторскому монархическому и всему всему что с этим связанным это тоже обязанности заслуга вашингтон и самое пожалуй его удивительное качество это то что вы знаете когда происходит революция то неизбежно потом возникает конфликт а когда революцию совершают действительно величайшие люди эпохи основатели это поразительной концентрации величайших людей но неминуемо что великие люди они не могут мыслить одинаково и то что сразу же конечно же возникли конфликты джефферсонянцы хамилтонянцы да всем сейчас не буду углубляться то что они не вылились в какой-то действительно оскол общества это заслуга вашингтона который может больше все таки симпатизировал хэмилтон и ему подобным но старался сделать все чтобы вот все эти конфликты и разногласия они не вылились ни во что более серьезное и то что американская революция война независимость потом перешла в ту систему где происходит абсолютно спокойная сменяемость власти без кровопролития без истребления оппозиции и так далее и так далее но я не скажу что это заслуга одного вашингтона конечно же нет ни в коем случае это заслуга всей системы которая была создана но то что он помог это сделать то что благодаря ему эта система стала функционировать на это я считаю тоже совершенно понятно тоже безусловно и хотя когда обычно говорят о лучших мыслителях эпохи то называют тех же хэмилтона джефферсона ну я бы адамса еще назвал и других а вашингтон ну как бы не тот человек от которого идеи исходят а тот человек который просто работает и создает какие-то благоприятные условия для развития своей страны но с другой стороны вашингтон хотя да в чем-то ему там помогали его спич рейтер вроде того же хэмилтон но я вам всем рекомендую читать его письма читать его многие выступления потому что то что он там и говорит в общем то видно что скромность у человека действительно была уникальная я напомню очень не хотел на второй срок идти например и был этим сроком сам очень недоволен он считал что пресса получает возможность травить людей абсолютно безнаказанно знакомы нам звучит а вашингтон об этом писал еще в восемнадцатом веке заметьте он исходил из необходимости того что люди должны но это вообще было в восемнадцатом веке достаточно популярная тема что люди должны постоянно совершенствовать себя и тем самым чтобы это их самосовершенствование оно провоцировалось и на их деятельность связанную с обществом с окружающими то есть такое модель индивидуализма не противопоставление себя обществу да развитие общества и помощь ему через свое собственное развитие это было достаточно известной идеей ну и конечно же очень много вы знаете толкований и споров вокруг его этого знаменитого прощального обращения то есть вот в том что касается его предупреждение о необходимости бороться с духом партии но здесь всем все понятно и мы с вами это наблюдаем ну где-то наверное с девятнадцатого века сейчас уже и а по мере того как партия еще он-то еще говорил о географическом географическая разница а когда появилась идеологический раскол в двадцатом веке то это приводит как мы наблюдаем с вами вообще катастрофическим последствиям но вот предупреждение Вашингтона о том что действительно партии приведут к постоянному конфликту и вероятно даже к деспотизму это его предсказание к сожалению сбывается я надеюсь оно не сбудется полностью но это сами можете наблюдать а вот что касается момент связанных как раз вот этого баланса внутренней и внешней политики то здесь да очень много разговоров о том что Вашингтон обозначил идею Америки как абсолютно изоляционистской страны без необходимости включаться в какие-то договоренности и соглашения но если почитать вот так сказать второй план а именно письма Вашингтона той поры то видно что здесь все было не так просто как с партийными с критикой партии потому что конечно же Вашингтон точно не хотел напоминаю когда был конфликт Британии и Франции он точно не собирался чтобы Америка была на чьей-то стороне и он исходил из момента именно вот того самого в 1796-97 году но если вы почитаете его письма той поры то он там пишет что да 20 лет мира Америки необходимо к сожалению он этого уже не видел но этого не произошло но Америка должна стать той страной которая в случае благого дела благого дела конечно должна иметь возможность бросить вызов любой державе какой бы мощной сильной и многонаселенной это державы не было поэтому считать что у Вашингтон уже был однозначный пацифист изоляционист и так далее ни в коем случае нельзя да естественно против войны как таковой против чрезмерного погружения в международные интриги ну хотя мы на сегодняшний день с вами видим что это в общем то и верно но что в случае чего Америка должна быть готова не просто защищать себя но и противостоять мировому злу каким бы оно не было поэтому в этом плане я считаю тоже надо помнить вот эту часть наследия Джорджа Вашингтона и сейчас свобода она становится ее у нас отбирают мы ее теряем где-то это происходит так постепенно и под красивыми лозунгами где-то это происходит в раз и под лозунгами не столь красивыми я думаю тут уже я не буду даже уточнять что и как и нельзя творить себе кумира ни в коем случае но всегда надо ориентироваться на тех гигантов на плечах которых мы все стоим используя это выражение и те кто сейчас считает себя борцом за свободу и не дай бог ну такие вряд ли нас слушают но вдруг там вешают портреты каких-нибудь коммунистов и Че Гевар и так далее ни в коем случае это тирания это все худшее что только может быть если вам нужны портреты борца за свободу и за реальную и работающую даже не буду говорить слово демократическую но благоприятную для всех систему сегодня Вашингтон как он и был все эти 200 ну не 290 лет чуть поменьше там начиная где-то с какого 70-х 60-х годов 18 века так вот он всегда был для нас героем он им сейчас и остается поэтому в 290 лет свои Джордж Вашингтона нужен нам больше чем когда-либо он по-прежнему первый лучший и не забывайте об этом и помните и празднуйте этот день ну я надеюсь что мы с вами еще отметим и трехсотлетие и в более спокойной обстановке верить нам никто не запрещает правильно да вещи о которых Вы говорите безусловно важны но хунвейбины которые вдруг начинают переписывать историю сносить памятники при поддержке демократической партии собственно это и есть суть демократической партии на сегодня это конечно об этом об этом трудно было себе представить мне во всяком случае там 20 лет назад я не мог себе такого даже вообразить что это будет происходить в Америке то есть мы знали что культурная революция происходила в Китае мы знаем последствия культурной революции как это происходило и вдруг в этой благословенной стране мы столкнулись с тем же самым вот поэтому бросайте вызов тем кто добирает вашу историю вешайте портреты Вашингтона или делайте значки с ними и ходите пусть колбасит ваших левых оппонентов хорошо Иван спасибо огромное и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи и берегите себя спасибо большое спасибо большое